В узлах сетки высажены деревья. В левом нижнем углу находятся наблюдатели. Он видит не все деревья. Например, дерево с координатами 1, 0 загораживает все следующие за ним. Сколько деревьев он видит, перечислите их слева направо, начиная от точки с координатами 1, 0 и заканчивая точкой с координатами 2. Ребята, давайте я буду решать задачку степенно. Эти две точки объединились в новую точку. И вот эта точка мне нужна, а эта точка мне нужна. То, что мы получили, это точки, которые получаются сложением векторов 0,1. Молодец. Взаимно простыми коэффициентами. Молодец. На самом деле, это называется ряфория. Или есть еще такая штука, называется дерево штерна брако. Не хочу сейчас подробно на этом останавливаться, но все-таки конкретно задачу, которая там написана, давайте решим. Еще, Александр Слевич, вот вы написали ряд, там было бы 0,1, 1, 0. Здесь 1, 0, спасибо, конечно. И 2, 1, и 1, 2 надо поменять местами. Почему это? Потому что, когда я складываю вектор 0,1 и 1, 0, 1 плюс 0 это 1, а 1 плюс 1 это 2. Давайте-ка вы мне сейчас выпишите для вот этой вот картинки следующий вектор. Вот это вот этот, потом пойдет этот, потом такой, 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 такой и такой. Будете готовить. Значит, так, начинай. 1, 0. Вы забыли еще 2. Что я забыл? Которая идет в клетку 4,3. 2, совесть ты моя. И 3, 4. Так? Да. Хорошо, давай. 1, 0, дальше. 4, 1. 1, 4, извините. Дальше. Следующий какой? Да? 2, 1. 2, 1. Еще раз. Вот давайте так, я на команды. А, Б, С, Д, Ф, Е, Ф, Ж, В, H, И. Поехали. Точка А с координатами 1, 0. Все увидели? Да. Точка Б с координатами... Кстати, стоп. А, кстати, правильно координатами? Угу. Раз. Не понял. Она не 4,1. Она 3,1. Так, здесь 2,1. Дальше что? Точка... Так, итак, точка С 2,1. Точка Д с какими какими? Точка Д с какими какими? 3,2. Точно? Точно. Три,2. Дальше Е. 1,1. 1,1. 1,1. 1,1. F. 2,1. 2,3. 2,3. Ж. 1,2. Отлично. Ребята, теперь идем на угол. Что в данном случае значит на темном угол. Рисуем, когда пять ручек. А самая низкая, это... Ну, значит, вот эта, но и вот эта. Следующая, это. Понятно. Это понятно. Дальше интересно. 2,3 и больше она осталась. Что? 2,3 и больше она осталась. Это или это? Мне кажется, что я сейчас нарисовал все правильно. Понятно ли я? Ну, естественно, что сверху симметрично. Естественно, что сверху все то же самое, только симметрично. Дальше. Вот. Дальше. Вот. Дальше. Так. И теперь давайте я их румирую. Итак, поехали. Это А, В, С, Д, Е, Ф, Ж, А, Ж, И, Ж, К, Л, И, Е. Так, ну и давайте пересмотрим. Итак, у точки А координаты 1, 0, у В координаты 4, 1, дальше у точки Д 2, 1, у точки Е координаты 2. Понятно дальше, что идет, дальше мы то же самое, выписываем, только все время меняем местами. И это 2, 3, дальше идет у нас точка с координатами 1, 2, К, это идет 1, 4, и, наконец, точка Е с координатами 0, 2, 1, здесь. Значит, замечательно. Ребята, ну давайте поймем, каким забавным свойством здесь обладают эти векторы. А не штатами. А те, что я сделаю, я буду подключить. Да, конечно. Конечно, по условию задачи мы выписывали только те, которые не заслоняют друг друга. То есть числа взаимопростые. Но, ребята, у этой последовательности векторов есть намного более интересное свойство. Вот интересно, кто-нибудь из вас увидит свойства, которым обладают любые 3 подряд идущие строчные? Вот я специально выписан АТОСММ. Посмотрите, пожалуйста. Берешь 3 подряд, или вот эти 3 подряд, или вот эти 3 подряд. Кто видит свойства любых 3 написанных подряд их дорожек? Пусть казна А, Б, С, Т, Д, Е, Э, то А плюс Е делится на С, Б плюс Э делится на Д. Ну, а если бы сядь их делить, то что такое? Если сложить первую с третьей... Вот давайте посмотрим, что бывает, когда берешь, скажем, точки Д, Е, Е, Ф. Сколько будет 2 плюс 4? 6. Сколько будет 1 плюс 3? 4. 6 к 4 это так же, как 3 к 4. Или берешь вот эти 3 плюс 1, 4. 2 плюс 1, 3. Ребята, давайте запишем это правило. Если А, Б, С, Д, Е, Ф Это 3 подряд строки, 3 подряд идущие строки, то, когда вы складываете А, Е и складываете Б с Ф, то получается такое же отношение, как когда вы делите С на Д. Это так называемое медианта. В школе вас учат, что тропе нельзя складывать по принципу числителя с числителем, знаменателем со знаменателем. Оказывается, нужно. Правда, это чуть-чуть не в другой ситуации, но оказывается, что ситуация, когда вы отдельно складываете числители и отдельно складываете знаменателем, в математике очень даже бывает. Просто это не сумма дробей как числа, а это вот в такой вот задаче, о том, какое дерево видно, да? На самом деле, какое дерево видно, это расположение дробей по величине. Понял? Или не понял? Да, только пятница всем первых. Покажи, 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 для каких трех строчек это не так. В, С, Д. Отлично. Складываю. Здесь получается 6. Здесь получается 2. Шей в кумбле, но то же самое, что и в тюрьме. И сейчас мы продолжаем. Это хорошо, что он ищет ошибку. Ребята, вообще-то вы видите, что я довольно часто это сядь и описки делаю, так что бывает, что и найдете. Итак, кто найдет описку? Нет, здесь нет. Ну, нет, и хорошо. Господа, давайте так, я не буду вам сейчас это доказывать ценность, это нас немножко просто ввело в сторону, но я все-таки скажу, как это называется. Для тех, кто захочет это узнать. Называется это ряд фолья, или, при немножко другой точке зрения, дерево штернопрокопа. Здесь очень интересный теорий чисел, замечательно. Так, ну, я не знаю, имеет ли смысл делать дальше? Имеет. Имеет. Господа, смотрите. Смотрите, опять по поводу того, что такое диаметрическое воображение. Смотрите, если взять не квадрат, который я нарисовал, а сторону на единицу больше. То есть вот у меня здесь числа бывают какие? 0, 1, 2, 3, 4. А если взять это 5? Вы согласны, что я, в принципе, способен нарисовать такую картину? Правильно? Ну, приложу линейку, смотри. Можно и до 6, и до 7, и до 8. Вопрос. Вы представьте себе, что я захотел выписать такое дерево, ну, например, до 12. Могу захотеть? Выписать такое дерево до 12. Могу. Мне тогда придется взять здесь квадрат со стороной 12. Правильно? В нем будет 169 точек. Вот, 13 соль каждой стороны. От 0 до 12. Вы понимаете, что разобраться на линейку, прикладывать, это будет довольно-таки трудно. Согласны? Отлично. А теперь вопрос. То свойство, которое я вам только что показал, может нам помочь выписать эту штуку прямо до 12? Или не может? Как вы думаете? Сможем мы сейчас решить эту задачу? Не рисуя картину. Или не сможем? Не сможем. Сможем, конечно. Ребята, Винцев очень корстой. Вот мы реально здесь выписали, когда все числа не больше 4. Правильно? Что надо сделать, если хочешь такую же штуку выписать для 5? Надо в любых двух местах складывать вот так вот. Если хотя бы одно из чисел больше 5, не надо ничего делать. Если же у нас числа не больше 5, то это надо вписывать. в данном случае вот между этими точками вписывается точка 5, 1. Здесь не вписывается. Сюда вписывается 5, 2. Сюда что? 5, 3. Здесь 7. Сюда 5, 4. Видели? Сюда что? 5, 7. Что я пропустил? 4. Где? А? Здесь? 5, 4 написал. А, вот здесь. Спасибо. Спасибо. Вот это важно. 5, 4. Дальше что? 5, 7 написал. 3, 5. Так, что? 5, 7 уже 3, 4. Здесь 5, здесь 7. Что? Нам нужно только это не цифр. Виноват? Не секрет, можно сказать. На самом деле, если вы хотите правда решить нашу задачу до 12, то тогда с самого начала надо не стесняться и выписывать числа, не превосходящие 12. Все понятно, да? Вот, хорошо. Так что, на самом деле, мы будем выписывать, потому что потом мы все равно будем вписывать. Итак, вот здесь вот, здесь вот у нас 2,5. Дальше что? 2,7 выпускаем, здесь 1,5. Так, ребята, что надо сделать после этого? Опять написать в виде такой вот одной вертикали, да? То есть вот это, это, это. И вот опять вписать медиарты, потом опять вписать. То есть принцип очень простой. везде, где можно, где сумма не слишком большая, надо вписывать. вписывать. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры.